Лёше всего 7 лет, а он уже думает о спасении человеческих жизней. Папа-офицер рассказал ему, как необходим на войне робот-минёр. И мальчик создал концепт сам. Пока из цветных деталей конструктора Лего, но стоит только начать. Антенна должна ловить радиосвязь, ковш спереди, убирать с дороги мины. Робот по задумке может управляться дистанционно. Свою работу Лёша представил в одной из номинаций конкурса робототехники RoboBattle. На войне военные гибнут и люди. И я решил сделать, чтобы помочь военным, вот такого робота. И ещё он предназначен не только для военных, но и ещё для людей помогать ему. Можем добывать любых планет добычи. Из года в год RoboBattle собирает всё больше детей и подростков с инженерной жилкой. Раньше участвовали только ребята из Центрновации. Сейчас им на пятки наступают самоучки. Конкуренция растёт. Поучаствовать решили 180 юных инженеров и конструкторов. От 6 до 17 лет. Из Иваново, Вологды, Ярославля, Владимира. Здесь ребята занимаются фристайлом. Например, это нужно создать на любого робота, движущегося. Есть фристайллайт, когда робот недвижущийся. Это для ребят, которые действительно делают только первые шаги. Есть уже более сложные на площадке представлены. Это различные трекеры, сортировщики мусора, различные кегель-ринги, когда нужно вытолкнуть кегли из круга. Самых маленьких участников оценивают по двум основным параметрам. Педагогическому – ребёнок должен грамотно и доходчиво объяснить свою задумку. И профессиональному. Здесь учитывается креативность и сложность замысла. Также проработка деталей. Максимально 60 баллов. Фантазия маленьких инженеров безгранична. Этого робота зовут защитник огня. Он мажет из рук печеньем. У него из рук ладит пламя. У него есть суперщип. В этом году робототема особенно популярна. В четырёх школах города проводят специальные уроки. Закупили оборудование и программное обеспечение. Я уверен, нисколько не сомневаюсь, что за робототехникой большое будущее. Потому что это сплав новейших достижений и в электронике, и в механике. Это помогает развитию творческого, объёмного, конструкторского мышления детей. Ивановский робо-баттл равняется на всероссийские соревнования. Как и у столичного конкурса, тема этого года – экология. Для участников профессионалов из новации один из критериев оценки – практическое применение. Разработан робот-уборщик. Он поможет решить проблему загрязнения. Рождается такое чудо инженерной мысли сложно. Сначала проработка идеи, потом её техническое воплощение, затем написание программы. Этот робот нужен для того, чтобы сортировать разные вещи. Он может помочь в магазинах, в складах, чтобы сортировать разные виды, допустим, фруктов или банок. Это и легко, и сложно. Ну и можно дать применение. Сейчас мы сделали в магазинах только с помощью управления человека. А тут сама техника будет. Сделать жизнь человека проще – задачи инженерных наработок большинства участников. Однажды в далёком будущем у жителей планеты будет много свободного времени на чтение книг, изучение наук. А всю грязную работу за людей будут делать роботы. У победителей этого робобаттла, авторов лучших проектов, есть шанс поехать на всероссийские, а затем на мировые соревнования.